На вопрос, что такое институт третьего возраста, студенты своеобразного учебного заведения отвечают. Это особый мир, в котором всегда царит радость и взаимопонимание. С каждым годом в его стенах становится все больше не только учащихся, но и преподавателей-волонтеров, готовых работать безвозмездно, дарить тепло и улыбки окружающим каждый день. У нас будет работать 57 учебных групп. На сегодняшний день в учебные группы записалось 360 человек. Это гораздо больше, чем в прошлом году. И это гораздо больше, чем в прошлом году. Особой популярностью в институте третьего возраста пользуются направления физической культуры. Скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика, фитбол, занятия с элементами йоги. С интересом и удовольствием, отойдя от привычного домашнего образа жизни, отойдя от стереотипов и шаблонов, представители третьего возраста посещают различные секции и кружки, открывают в себе новые способности и умения. Помимо всего, постигают уроки иностранных языков – английского, немецкого, польского. В этом учебном году распахнули свои двери для всех желающих новые клубы и направления. Французский язык, шажечно-шахматный клуб, драматический театр и другие. Я, кстати, сама ходила в пенсионный фонд и все время спрашивала, когда у нас будет это организовано. И в 2011 году я уже созвонилась, мне сказали, все, мы начинаем. Ну, с чего мы начали? Во-первых, у нас был интернет, у нас было плавание сразу, бесплатно, при том, с 2011 года. И все эти пять лет я, конечно, посещаю водные виды спорта. Преклонным возрастом себя люди, которые приходят на занятия, они не считают. У них молодая душа, и для них очень важно находиться в движении постоянно, в движении в развитии. Человек, который учится, он никогда не стареет. Поэтому атмосфера у нас на занятиях очень доброжелательная. Ну, наверное, это самое главное. Людям нужны не столько даже вот эти знания, сколько нужно нормальное человеческое отношение, нормальный коллектив и нормальное какое-то взаимодействие. За пять лет работы института с каждым новым учебным сезоном увеличивается количество студентов, расширяется круг образовательных направлений. Преподаватели ставят перед собой немало задач. Одна из главных – не прекращать мотивировать представителей элегантного возраста на расширение их кругозора. Вдохновлять и вдохновляться. А главное – помнить, что после 50 жизнь только начинается. Продолжение следует...